За последние сутки дважды обстрелян поселок Октябрьский на окраине города ранен наш коллега-репортер агентства Франс Пресс. Репортаж Дмитрий Кулько. За жизнь журналиста уже можно не беспокоиться. Он сам выходит на интервью к коллегам или скорее друзьям. Правда пока сильно хромает. Врачи извлекли из ноги осколок тяжелой мины. Она взорвалась рядом, когда Александр Гаюк приехал снимать в поселок Октябрьский последствия обстрела. Упал возле дома, получается, попробивало и человеку в голову попал осколок на первом этаже. Валентин. Ну а у нас тут вот это вот. Квартира нет. Помогли добраться до больницы те, о ком собирался делать репортаж. Местные жители. Александр Гаюк сам из Донецка. Работает для агентства Франс Пресс. Камеру в руки взял еще в начале Донбасской войны и в опасных ситуациях часто бывал. Но понимал, чем может обернуться каждая поездка в поселок Октябрьский, который украинская армия утюжит круглосуточно. Вот что осталось от поселка после нового обстрела. И он, очевидно, не последний. Снаряды прямыми попаданиями уничтожили еще несколько этажей в многострадальных домах. 21 насчитали два месяца назад. Был рекордсмен. А сколько на сегодняшний день не знаю. Мария после часового ожидания тишины на въезде в поселок в спешке пытается забрать хоть что-то из своей брошенной квартиры. Времени и сил хватило на телевизор, диван и шкаф. Она спаслась. А соседи просто продолжают верить, что проснутся завтра утром. Мы живем четыре человека. Все остальные уехали? Да, все они приедут, посмотрят и въехали. Все. Есть куда. А если некуда ехать, никуда не поедешь. У денег ничего нет. Но каждый день в смертоносной рулетке украинской артиллерии кому-то выпадает черная карта. Опасно, конечно. И каждый день идешь, молишься, думаешь, Господи, хоть бы дожить этот день еще до конца. И завтра снова проснуться, чтобы идти опять на работу. Чуть больше сотни уставших людей вышли сегодня в центр Донецка. Это все, кто остался жить в Октябрьском, несмотря на постоянные бомбежки. Они главные свидетели того, что Киев нарушает перемирие. Жители умоляют руководство республики не верить силовикам и отбросить украинские позиции вместе с их артиллерией подальше от Донецка. Требую еще раз отдохнуть в армии. Власти республики обещают защитить своих граждан, но законными способами. Глава ДНР Александр Захарченко пообещал переселить людей с горячей точки и провел экстренную пресс-конференцию за обострившейся ситуацией. Активизацию украинских артиллеристов, кстати, отмечают в своих докладах и наблюдатели ОБСЕ. Нареканий на работу ОБСЕ масса. Но это, по-моему, наше субъективное мнение, которое не совсем нужно учитываться им. Ну, по крайней мере, сейчас на 70% объективно это квадратно оценивать. 10 раненых жителей Донецка привезли в больницы из разных точек города. В Петровском районе также не умолкают украинские пушки. Сейчас мы находимся практически вплотную к позициям ВСУ в Марьинке. Они в 150 метрах от нас. А за ними находятся рубежи, где силовики используют тяжелые минометы с калибра 120 мм. Этими снарядами они работают как по позициям ополчения, так и по жилым домам. На этих рубежах ополчения практически нет спокойной минуты. И мало кто верит, что все кардинально изменится после следующей встречи контактной группы. Дмитрий Кулько, Олег Прохоров, Алексей Гончаров и Виктория Григорьева. 5 канал Донбасс. Грузия скорбит пожертвам мощного наводнения, которое обрушилось на столицу страны в ночь на воскресенье. Вода начала уходить с улиц Делеси лишь этим утром. В списке погибших уже 15 человек, не менее 10 числятся пропавшими без вести. Синоптики не исключают новых ударов стихии не только в Тбилиси, но и в других регионах страны. Екатерина Иванова следит за ситуацией. В чистое небо жители этого района Тбилиси вглядываются с тревогой. В результате разрушительного наводнения целый жилой квартал оказался на краю обрыва. А синоптики снова обещают дожди. Воспользовавшись короткой передышкой, военные, спасатели и просто неравнодушные горожане вышли на улицы, чтобы хоть немного привести столицу в порядок. Мэр попросил добровольцев откликнуться на общую беду и объявил день траура выходным. Спецтехники не хватает. На дорогах тонны мусора и сотни поваленных деревьев. Сразу три района оказались в блокаде. Серьезно пострадала и основная транспортная развязка столицы Грузии – Площадь Героев. Вся техника мобилизована для того, чтобы очистить пострадавшие территории. Нам удалось эвакуировать раненых. Среди них есть дети. Мы уже оказали первую помощь людям, которые потеряли жилье. И предоставлено временное размещение. Тбилиси изменился до неузнаваемости всего за пару часов. Стихия сметала все на своем пути. В одной из низин новые четырехэтажные дома попросту смыло. Что уж говорить о частном секторе. Только на нашей маленькой улочке пятеро погибших. Три дома смыло целиком. И нет ни одного без повреждений. Я не справлюсь здесь сама. Тут ни присесть, ни прилечь негде. По словам очевидцев, вода пребывала на глазах. Многие бросились звонить в МЧС. Но спасатели отреагировали слишком поздно. Хотя предпосылки явно были. В пригороде Тбилиси сошел оползень. Там свалилась гора. Почти миллион кубических метров. Это создавало основную часть селевого потока. Так сразу надо было начинать. Вот тут же надо было начинать тревогу. Поток перекрыл ущелье горной реки Вере. Она вышла из берегов и обрушилась на город. Все, что произошло, это творение рук человеческих. Тбилиси в современный красивый город. Его инфраструктура развивается. И вот при прокладке дорог там явно нарушили гидрологию всего окружающего. То есть уничтожили, так называемые, естественные откосы. Но, собственно, чем и поплатилось. То есть там, где мы землю подрезали, там она и съехала. Заложниками стихии стали обитатели зоопарка. Он практически полностью ушел под воду. Сотрудники зверинцев в кромешной тьме бросились спасать своих подопечных. В результате три человека погибли. В воде утонули все обезьяны, ягуары. Три льва утонуло. Часть отдела хищников, где содержались тигры и львы, полностью уничтожены. Те, кому удалось выбраться, оказались на улицах непрошенными гостями, на которых открыли настоящую охоту. Медведь на карнизе, крокодил на проезжей части, бегемот на газоне. Грузинские полицейские уже ничему не удивляются. Где-то еще притаились тигры и львы, но полиции и спецназу дана команда. Боевыми патронами не стрелять. Транквилизаторов хватает. Из-за неоправданной пальбы и так погибли сразу несколько животных. В том числе любимец публики – львенок-альбинос. Из разных районов города поступает информация о том, что люди видели диких животных. Но пока она ни разу не подтвердилась. Всю ночь наши сотрудники патрулировали улицы города, но никого не обнаружили. Никто не пострадал от диких животных. А вот угроза второго наводнения вполне реальна. Днем в черте города сошел очередной оползень. Река Верия вновь может напомнить о себе. На месте работают добровольцы. От помощи профессионалов из других стран, в том числе России, местной власти пока отказались. Екатерина Иванова, Мария Яцко, Мария Гордеева, Пятый канал. МИД России назвал недопустимыми планы США разместить военную технику в странах Восточной Европы. Как подчеркнули в Москве, это противоречит ключевым положениям пакта Россия-НАТО 1997 года. И последствия могут быть необратимыми. Тем временем Польша, Эстония, Латвия и Литва уже ждут танки и другую бронетехнику из США. Власти этих стран всерьез опасаются некой российской агрессии. Игорь Максименко об угрозах истинных и мнимых. Со времен Холодной войны в Прибалтике не было тяжелых вооружений. 25 лет там сохранялось относительное спокойствие. Теперь о нем придется забыть. Ведь НАТО начинает новую операцию по спасению маленьких гордых республик от пресловутого русского медведя. Того самого, который якобы уже поднялся на дыбы и готов рвать в клочья каждого, кто попадется под руку. Истерия по поводу русской угрозы так быстро набрала обороты, что власти Прибалтийских республик уже на перегонки заявляют о готовности предоставить свои территории для натовских военных и тяжелой техники. Первый подсуетилась в Латвии, куда еще в прошлом году завезли бэушные английские танки и бронемашины. Повод пресечения провокаций со стороны России на границе. Конкретных претензий, разумеется, нет. Если существуют такие угрозы, то он должен сам вызвать, наверное, посла Российской Федерации вместе с МИДом и сказать конкретные претензии по этому поводу. Но меня туда не вызывают. Я прошусь сам для того, чтобы объясниться и назвать белое белым, а черное черным. А мне отказывают пока в этой встрече. Мнение собственных граждан местной политики не учитывают. При этом массовым тиражом выпускают инструкции на случай войны с Россией и призывают население заранее записываться в партизанские отряды, чтобы противостоять агрессии с Востока. Теперь вот открывают объятия защитникам из-за океана. Мы стремимся к развертыванию у нас американской военной техники. Мы думаем, что такие проекты значительно повысят безопасность Польши и соседних стран. Кроме того, я сегодня разговаривал с госсекретарем США. Нам четко подтвердили, что в следующем году начнется строительство систем ПРО и в 2018 году они будут у нас развернуты. Конкретные сроки размещения техники американских солдат пока не называются. Известно лишь, что базы будут расположены в приграничных с Россией районах. Пятитысячную группировку усилят основными американскими боевыми машинами, танками Абрамс и БМП Брэдли. Размещение этих войск указывает на то, что уровень самостоятельности прибалтийских стран снижается. Это формирование такого санитарного пояса вокруг России государств, принципиально и сильно зависящих от Соединенных Штатов. Заявления о будущем размещении натовских войск в Польше, Латвии, Эстонии и Литве звучат на фоне масштабных учений НАТО, которые сейчас идут в Восточной Европе. В них участвует более 15 тысяч солдат из двух десятков стран. Особенно тщательно отрабатываются действия так называемых VJTF, Объединенных Оперативных Сил Высокой Готовности. Балтийские учения демонстрируют единство нашего альянса, солидарность и направлены на укрепление безопасности в регионе Балтийского моря. Мы отработали весь спектр боевых и тактических задач. Я думаю, это хорошо продемонстрировало нашу решимость. Маневры подаются жителям Европы в режиме супершоу. Телекартинка сродни голливудским блокбастерам. СМИ наполнены восторгами. Авангард НАТО прибыл в Прибалтику для защиты демократических ценностей. По мнению военных экспертов, США на самом деле разворачивают в Европе части так называемого двойного базирования. Это когда тяжелое вооружение и техника заранее сосредотачиваются в передовых районах, в данном случае у границ России. На базах оставлен лишь небольшой контингент, обслуживающий персонал. Основные силы по мере необходимости могут быть переброшены из США в течение двух-трех дней. Не стоит строить иллюзий относительно того, что в этих районах базируются какие-то соединения части численностью в 500 тысяч человек. Под видом этих учений на передовые районы базирования будут развернуты части соединения двойного базирования США. Эксперты в самой Америке отзываются о натовских учениях гораздо жестче. Нагнетание атмосферы страха в Европе и разжигание военной истерии. И констатируют, в Старом Свете начали отделять свою внешнюю политику от американских указаний. Поэтому усилия с помощью учений продемонстрировать единство – жалкая попытка выдать желаемое за действительное. Аналитики отмечают и то, что на маневрах натовские войска демонстрируют скорее несогласованность. Об этом говорят и проблемы с безопасностью. Несколько дней назад российские активисты проникли на полигон Адажи, который считается лучшей базой НАТО в Прибалтике. Александр Куркин и Андрей Попко заменили на флагстоке американский флаг на стяг в цветах георгиевской ленты. Рижский суд арестовал молодых людей и выдвинул против них очень серьезные обвинения в шпионаже и попытке совершения теракта. По заверениям самих активистов, акция была сугубо мирной. Они даже лозунгов не выкрикивали, а всего лишь принесли листовки с протестом против размещения баз НАТО вблизи границ России. Европа гордится тем, что ее граждане могут свободно выражать свое мнение, в том числе и протестными способами. Но, видимо, только не тогда, когда речь идет о покровителях из НАТО. Куркину и Попко грозит пожизненное заключение. Игорь Максименко, Светлана Шишкина, Влад Матусов, ПЕТА канал.